Неделю ломали его. Его неделю ломали. Просто ковшом вот так били по нему, били ковшом и ломали. Всю неделю, пока шел снос прилегающего дома, жители пятиэтажки, опасаясь за собственную жизнь, боялись даже выйти из дома. Во время работ стройматериалы разлетались по всей круге. Но самое страшное, говорят жильцы, несущая стена оказалась сильно повреждена. Мы начали обращаться в компетентные органы и заявление отправлять, и звонить в управляющую компанию. Я знаю, что нас соседи МЧС вызывали, но ничего абсолютно не сделано. Дом сотрясается. Естественно, как-то вызывает у нас это опасение, и, конечно, особенно у жителей вот этого первого подъезда. Пострадал не только внешний вид жилого дома. В квартире от сильных вибраций пошли трещины по стенам. Теперь жильцам вновь предстоит делать ремонт. Трещина вот здесь вот, пожалуйста, на плитке пошла. Сыпется вон какая-то штукатурка непонятно откуда. Ну вот в результате сноса дома вся вибрация перенеслась на стены. И вот после нашего ремонта здесь была полностью выровнена штукатурка стена. Пошла трещина, вздулась вся штукатурка. Жители пятиэтажки рассчитывают на получение компенсации. В управляющей компании заверили, что она будет. Но уточнили, что возмещать убытки должны виновники, то есть представители строительной компании. Значит, мы по данной ситуации с ними встречались, по этой ситуации. То есть они все это увидели, сказали, что мы готовы все это восстановить, но предварительно как бы заказав проектную смертную документацию на восстановление вот этого торца. Когда начнется ремонт, станет известно завтра. Инвесторы должны будут отчитаться о проделанной работе в исполкоме. Обсуждать с ними план действий будут сотрудники администрации Вахитовского района и госжилфонда. Владислав Сергеев, Андрей Ключников, Телеканал Эфир.